Я тебя чуть-чуть поправлю. В наше с тобой время таких досок не было, поэтому писать белками нам нужно вот на этих досках. А это, как я понимаю, уже очень нудная, интерактивная доска. У доски Дмитрий Вербов, директор департамента РЖД. Скажет потом, волнения не было, но учебные доски перепутал. Напарник Алексей Питунин, продавец IT-технологий из Ростова, держит внимание класса шутками. Просыпайтесь. Коммуникабельность. Задача составить и объяснить сложную формулу современного лидерства. Коммуникация с людьми, вы про это говорите. Убеждение, способность повести за собой силы этого убеждения. Доверие между людьми какое-то, да. И это на сегодняшний день эмоциональный интеллект. За стеной в кабинете физики разговор о лидерах формальных и неформальных. Спустя 45 минут уже непонятно, кто где. Я предлагаю нам сделать совместную фотографию. Да, давайте, давайте. Я не знаю, если я снялсь школьником, почему, что вы так хорошо, комфортно. Дело не только в физических данных. Лидерство — это еще и разговор о личных ценностях. Честность, ответственность, справедливость, искренность, оценки состоявшимся менеджерам, директорам, управленцам, финансистам ставят дети. И это впервые в истории подобных проектов. Пять из пяти. Почему? Было очень интересно. Первый я снял положительно. Панченко Михаила. Второго. Владислава Васильева я снял немного отрицательно. Вопрос. Как начать гостиничный бизнес с нуля и куда для этого поступать после школы? Михаил Панченко за плечами три высших образования плюс опыт жизни в Америке в гараже обещает подумать и написать в Вайбер. Было круто, что я набрался опыта. И в дальнейшем буду знать, что делать. И он мне будет помогать, обещал. Подписываю Ричард Бах, чайка по имени Ливенстон. На мой взгляд, самая лучшая работа всех времен и народов. Это как раз о лидере, о том, как нужно научиться летать. Так что расправьте крылья страусы, взлетаем. Открытые уроки во всех школах Сочи. 300 лучших молодых управленцев страны показывают себя на практике в непростой форс-мажорной ситуации. На протяжении всего финального этапа за участниками следят наставники. Делают пометки, решают, кого позвать к себе на стажировку. Если ребята яркие, желают работать, конечно же, мы будем заинтересованы в том, чтобы их пригласить на работу. Мой интерес как работодателя, конечно, чрезвычайно высок. Я сегодня увидел очень много ребят и людей, которые вполне бы могли занять достойные места в нашей корпорации. Не все хотят на государственную и муниципальную службу. Я думаю, что порядка 12 человек мы все-таки присмотрим и будем приглашать на те или иные позиции. Идею всероссийского конкурса решила перенять Федеральная налоговая служба. С ноября она принимает от своих сотрудников заявки на участие. Победители обещают повысить в должности. Я скажу честно, что для нас очень важно, чтобы сегодня ребята, которые могут очень честно и объективно оценить в том числе работу налоговой службы, электронные сервисы, те способы общения, которые мы предлагаем налогоплательщикам. И, конечно, специалисты, которые могут это не просто оценить, которые могут дальше повести наши идеи, разработки, так сказать, будущей системы налогоадминистрирования, они нас сильно интересуют. Закрытый оценочный конкурс, который никогда никому из журналистов не показывали, потому что условия очень жесткие, участникам нельзя выходить за белую линию и разговаривать с посторонними. Спросим аккуратно, чем мы сейчас заняты? Мы строим скворечники для птиц. Реально, они будут висеть в Сочи. Золотую сотню победителей конкурсы лидеры России объявят завтра.